Девчонки Номер 20 Виктория Копасова Номер 21 Виктория Жилинская Номер 22 Екатерина Маринникова Номер 25 Яна Жилинская Номер 31 Юлия Налевко Номер 33 Милана Рзаева Номер 38 Ольга Горшинина Номер 44 Оксана Королева Номер 55 Ирина Антонова Главный тренер Евгений Трифилов Ну я вот небольшой комментарий сразу к нашему составу Есть такой у нас представитель Диана Закарьян Которая второй раз попадает в заявку Кубка ЭГФ И первый раз, как бы вы думали, где это было Это было в Бресте как раз Так что вот такой специалист по Бресту Посмотрим номер 7 Ну по традиции Станислав мне более тяжелую ношу Так сказать, на меня возлагает Состав команды противника Брест привез всех сильнейших В Краснодар здесь нет никаких, в общем-то, недомолвок Здесь будет истинное, настоящее Как это ни применимо к женскому гонболу Мужская борьба Итак, номер первый Дебора Танжегер Вратай Номер третий Алисия Тублана Номер пятый Рубинка очень сильная Мелинда Гейгер Номер шестой Алис Дюран Номер седьмой Гаэль Ле Ир Номер восьмой Мот Эва Капи Номер девятый Астрид Нгуан Номер десятый самая титулованная гонболистка в составе Бреста Неоднократный призер в составе национальной сборной Франции И чемпионатов мира и Европы и Олимпиады Это Элисон Пино Номер четырнадцатый Ками Расину Номер шестнадцатый основной вратарь команды Клеопатр Дорло Номер седьмой Мари Пролансье Номер восемнадцатый Набила Тизи Это игрок национальной сборной Алжира Номер двадцать четвертый Стефанин Сама Акоа Номер семьдесят седьмой Марион Лемал И номер девяносто первый Марин Дегра Лар Тренер команды Лоран Бизо И судьи у нас сегодня из Чехии, да? Да, Лукас Фризер и Радослав Кавулич Делегат Европейской Федерации Гонбола Тириакас Капланис Кипр Что еще интересно, вот перед тем, как первый бросок по мячу Первый бросок мяча гонболистки нанесут Я скажу, что сегодня встречается еще Самая непропускающая команда вообще Кубка ЭГФ Как называют ее журналисты Брестская крепость Команда, которая пропустила всего В общем, в среднем по количеству мячей Двадцати пять десяток Очень редко кто забивает, забрасывает ей больше двадцати мячей Кубань, кстати, в первой игре набросала двадцать один И при этом встречается она с командой Которая является второй по результативности в Кубке ЭГФ Кубань тридцать один из семь десятых мячей в атаке В среднем за игру набирает Кубань лишь дважды в турнире забрасывала за матч меньше тридцати мячей Ну и один раз, как вы догадались, это как раз было в Бресте Что касается результативности Бреста То у них она не самая высокая по сравнению с нашей Двадцать семь и два Но, в принципе, вот это все позволяет команде добиваться результата Сегодня у нас практически заполнен дворец Спорт-Олимп Очень много зрителей Есть пока еще свободные места, если вы спешите к нам сюда, то приезжайте Ну и трибуна фанатская, которая вот с первых минут начала заряжать вперед Кубань Ну что ж, я думаю, что все мы готовы к настоящему большому, хорошему европейскому гандболу Давайте, друзья, поболеем за нашу команду И пожелаем ей успехов И, конечно же, красивой искрометной игры Виктория Калинина сразу занимает место в наших воротах Наш капитан и основной голкипер Олимпийский чемпион И, в общем, наше все Можно сказать, когда дела немножко не клеятся у нас в атаке Она выручает Плюс ко всему я еще хочу сказать вот о такой подоплеке сегодняшней игры Ну это своеобразный, может быть, это немножко натянуто, но это Олимпийский финал Если вы помните Рио, то сборная России в финале как раз обыграла француженок При том, что в нашей команде играет шесть олимпийских чемпионок, которые играли в Рио То в составе Бреста как раз есть и Лисон Пино Которая, если не ошибаюсь, была в Рио как раз капитаном Так что своеобразный Олимпийский финал нам номер два предстоит посмотреть Итак, игра началась Кто у нас с первых минут выходит? Екатерина Маренникова на левом краю Виктория Жилинская с мячом на левом полусреднем В центре Оксана Королева Справа Наталья Данчина На правом краю Марина Судакова И в линии Ирина Антонова Ну если я не ошибаюсь, получается у нас сразу две олимпийские чемпионки вышли, да? Получается Маренникова Нет, три А, Жилинская Четыре и еще Калинина Еще из семи гонболистов, которые на площадке, сразу четырех олимпийских чемпионов Мы тоже немножко волнуемся Великолепный пас Ай-яй-яй Великолепный пас Виктории Жилинская на Ирину Антонову Но, к сожалению, вратаре играет Лейпцигом тоже начинали Сразу же хорошая атака и сразу сэй вратаре Хорошо очень сыграла Клеопатр Дорло Ну, понятное дело, что все ее зовут гонбольной Клеопатрой 27 лет Девушка, которая потрясающий вообще стартап такой в карьере своей начала То есть ее в 20 лет уже заметили Пригласили в МЕЦ Вот Жилинская Первый мяч Браво Хорошо разыграли Немножко повезло, но Вика великолепно завершила броском эту атаку Кстати, Вика Жилинская у нас забрасывает она лучшее в нашей команде по результативности Это 26-й мяч ее в розыгрыше Кубка ИГФ Я быстренько закончу все-таки про Клеопатр 27 лет В 20 лет ее заметили в МЕЦе Собственно, и она там себя очень хорошо проявила И сразу же пригласили ее в сборную Франции Где она дважды становилась серебряным призером чемпионата мира В Бресте первый год А так у нее за плечами еще и такой прославленный клуб, как датский Виборг Участник Лиги чемпионов Виктория Калинина В ближнем углу закрыла сложный бросок, наша Вика Все, как говорится, по науке сейчас ждала именно там В гонболе так же, как и в других игровых видах, где есть вратари Прежде всего, правильно занять позицию Ну что ж, посмотрим, один раз мы уже взяли эту Брестскую грепость Что у нас будет дальше Да, хочется отметить, что мы сейчас находимся в хорошем состоянии Мы одержали волевую победу в Венгрии Не все там, да, хорошо складывалось у нас изначально Да, но в начале игры мы проигрывали, но потом нашли в себе силы переменить И уверенно довели матч до победы Марина Судакова отлично, великолепно в дальний верх завершила эту атаку Сразу две пробоины от наших олимпийских чемпионок получает Брестская грепость Жилинская это и Судакова Ну и пока ничем не ответили в атаке Ну, по большому счету, сейв Калинина Но там уже такой скорый был бросок Вот она, Пино, десятый номер Очень такая колоритная полусредняя в составе грандбольного клуба Брест Вообще, надо признать, что состав достаточно для того, что команда играет по существу первый В свой серьезный турнир в Еврокубках И команда вообще очень молодая, состав очень приличный в ней Да, они сумели в этом году собрать сильных игроков под свои знамена Это показывает их результаты, что в европейских кубках они не проиграли еще ни одной игры А в чемпионате Франции идут на первом месте В чемпионате Франции, замечу, вот Судакова Браво Успела 3-0 Немножко рискованный был пас на Марину Судакова Но она поборолась, сумела выхватить этот тяжелый мяч И уже непосредственно в пустые ворота забрасывала Но самое тяжелое в этой ситуации было догнать мяч именно до 6-метровой линии, не заступить Совершенно верно, Игорь Я смотрю, кто у француженок на площадке, кроме Пино Это вот Стефани Инсама Акоан Еще одна полусредняя в линии играет Астрид Гуан Девятка И вот как раз бросок Стефани Инсама Акоан 24-го номера, левого полусреднего 3-1 Судакова Ну, у нас Марина периодически прорывается в линию Хотя является фланговым игроком Но вот сейчас все занимается на своей позиции У нас по-прежнему, по-моему, тот же состав, да? Который выходил Да, да, да Мы пока без замены Не меняемся, ни одной замены У нас Наталья Данчина меняется только в защиту, если я не ошибаюсь Кстати, вот Наталья Данчина сыграла великолепно в Венгрии Забила больше всех мячей 7 И вообще много пользы принесла Кстати, что касается венгерской команды Мы дважды ее обыграли То, я вам скажу, совсем она не слабенькая Ну, во-первых, тот же Брест ни разу не смог ее обыграть Как раз две ничьи их приходится на матче с Альбой Фехервар Это рискует вратарь французской команды Но не попадает в пустые ворота Вика Калинина очень грамотно сыграла Показала, что выходит на перехват Кстати, у Клеопатор Дарлон Браво, браво, Мариночка, браво Марина солирует просто Третий мяч ее уже в этой игре Да, если раньше она забивала в быстрый прорыв То сейчас чисто один в один обыграла французского игрока И очень красивый гол забила Ничего личного нет такого приятного в жизни сейчас у Марины Просто она просто вдохновенно играет на первых минутах Три заброшенных мяча Если бы что личное, мы, конечно, поздравили бы сейчас ее Элисон Пино Десятка Ну пока вот она только раскидывает мячи Вот что-то вывести кого-то И доести хотя бы до линии Ничего не получается у францужин В общем-то сейчас нужно признать Что явно атака бьет оборону Мы уже говорили, что лучшая оборона Против одной из лучших атак Посмотрите, как мы активно в защите перемещаемся Не стоим на шести метрах Делаем долетий выход Вот сейчас немножко не успели Но тем не менее Рост помог сейчас Акона Она тоже второй мяч забивает 4-2 у нас 6 минут от начала игры прошло Вот тот момент, возвращаясь, когда Дорло пыталась перебросить Марину Калинину Дело в том, что это очень забрасывающий вратарь Она забрасывает мячи достаточно часто в составе сборной Франции То есть попадает И мы говорили о том, что это очень редко случается вообще в гонболе Но бывает и у нее не один заброшенный мяч Королева Даньшина И в линии сейчас играла Судакова Опять-таки интересное решение Мы как бы не 4-2 сейчас пытались пробиться Да, мы часто используем вход краев и слева, и справа Это дает дополнительные возможности, варианты атак На мой взгляд, опять судьи немножко могли Пообъективнее быть в этой ситуации Судьи сейчас, мне больше всего, комментаторов напоминают Они наблюдают за игрой так же, как и мы И не имеют эти же микрофоны и переговариваются Конечно Кстати, вот что, возвращаясь к игре с алибой Фихервар В Венгрии Надо отметить еще один положительный момент Дело в том, что в Венгрии это был первый-второй тайм, который мы выиграли В Кубке ЭГФ, вот именно в группе Мы даже Интересный факт Мы даже Лейпцигу проигрывали вторые таймы И здесь даже Лейпцигу проиграли Альбиф Фихервар здесь проиграли А вот тут вот мы действительно Может быть и сделана была ставка венгерками На то, что во втором тайме там и Кубань дожмем Но не дожали А сейчас у нас был бросок Натальи Данчиной в нападении Бросок в принципе неплохой, но вратарь сыграл Желтую карточку и Вики Жилинская предъявляют За такой мини-бросок Элисон Пино Гейгер появляется на площадке Пятый номер, это игрок национальной сборной Румынии Которая очень долго играла за сильнейшие румынские команды Под пятым номером, вот она сейчас с мячом Можете посмотреть И лишь однажды, в общем-то, отлучалась в аренду В один из немецких клубов Это по большому счету первый ее такой зарубежный опыт Вот она и Элисон Пино Бросок у нее не удался Ай, рискованный пас опять от Вити Ну, выкарапала мяч Выцарапала мяч Марина Судакова Я думаю, что это один из немецких Это семь Это семь и две минуты И две минуты Безусловно, отлично сыграла Ирина Антонова Получив прекрасный пас от Оксаны Королевой Ако отправляется Сразу два полезных действия для нашей команды И пенальти, и двухминутное удаление Ако отправляется на площадку Это вот та гомболистка, которая нам мало радости приносила В первые минуты именно она забросила два мяча Не Вика Жилинская, это сейчас исполняет 7-метровый Королева Оксана Развела по разным углам Очень хорошо начала Оксана Уже несколько полезных действий сделала И в нападении, и в защите Опыт все-таки, он есть опыт Ну, в этом есть какой-то элемент тактики То, что мы должны действительно играть хорошо в обороне Против обороняющейся команды Она не так много забрасывает И плюс ко всему Вот то, что мы пытаемся играть все-таки быстро Вот уже один раз прошло на Марину Судакова Быстрым отрывом Второй раз не прошло Это все-таки попытка ускорить нашу атаку Не допускать все время атак позиционных Забрасывать быстрых прорывов Это может быть один из наших рецептов сегодня против Бреста Гегер Пино Не идет бросок, вы правильно отметили Вот уж который раз или в Молочко, или в Вику Калинину Вот сейчас вот в перекладину попадает француженка Ну, это опять-таки говорит, что мы занимаем правильную позицию в обороне И не даем свободно бросать лидерам французской команды Даньшина Королева И Здесь линию не пробиться Антоновой Хотят наши сыграть до верного Так как мы отлично Вика проходит Великолепно Забыгрывает 1 на 1 И в большинстве мы увеличиваем счет И разрыв уже 4 мяча 6-2 Вот сейчас я смотрел за этой атакой Дело в том, что был не один вариант продолжения Не один такой бросок Вот ту же Судакова совершенно забыли на правом фланге Она подняла руку И показывала, что никого возле нее нет То есть вот так вот взлети Вика Жилинская И просто пошли мяч в угол И тоже был бы гол Так, у нас уже плюс 4 Я думаю, что в первом тайме мы должны Хороший задел себе сделать Гейгер Великолепно вернулась назад опять Марина Судакова Ей удалось перехватить мяч опасную Опасную передачу на край Набила Тизибу по 18 номерам Она сейчас играла левого крайнего Хотя она вообще вот сейчас мы видим полусредний игрок в основном Но здесь попытка передачи И, кстати, очень быстро 2 минуты пролетели в меньшинстве Марина пошла самоотверженно Но все-таки, я думаю, не надо сейчас спешить Хоть уже француженки играют в полном составе Мяч, как говорится, на нашей стороне мы выигрываем Вот произошла замена в центре Вместо Оксаны Королевой вышла Юлия Налевко Посмотрим, что это нам даст Даньшина Жилинская это В игрока показывают чешские арбитры Уже 3 сомнительных решения она считала Но давайте мы пока не будем про судьи особо Это любимая вообще тема комментаторская обсуждать все действия Хотя иногда бывает забываем про них Но здесь все хорошо В стяжке сработали Это 17 номер Забросила мяч Мари Прувансье 22-летняя воспитанница Правда не брестского клуба Но вот всю взрослую карьеру играет именно здесь Судакова Это то, о чем вы, Игорь, говорили Она любит входить в линию И искать там свободное пространство И получать мячи У нее это очень хорошо получается Так, вот у нас первая тома Вот понятное дело Плюс 4, что-то с этим надо делать Французы это понимают Я вам скажу, что За что мы сегодня по существу бьемся Ну вот не будем вот долго вокруг да около ходить Нам по большому счету нужно, чтобы занять первое место Не попасть на Ростов Который обеспечил себе уже первое место в группе С И там и сейчас Сегодня в очной встрече выяснятся Эрди и Биглитхейн немецкий Кто же будет вторым В принципе, небольшое преимущество есть у венгерок Вчера, на самом деле Мы неожиданно узнали, что Тольяттинская Лада отцепилась от кубка УЕФА Она играла в группе Д И имела все шансы пройти дальше Она играла в Норвегии С клубом, который глазверкет Который уже никуда не попадает То есть два очка И по существу за престиж команда боролась И надо было просто выиграть И тогда точно Лада была бы хотя бы со второго места Но из этой группы вышла Но, как известно, 26-25 Просто на вежек И Лада у нас оказывается вне кубка ИГФ Плюс ко всему у нас еще чуть раньше Именно от Бреста отлетела Динамо Синара Волгоградская По существу ничего хорошего мы не можем ждать От Астраханочки в Лиге Чемпионов Так что две южные столицы продолжают биться За женский российский гонбол Ростов и Краснодар Это уже точно В Барте у нас будут матчи 1-4 финала И уже 14-го числа во вторник Мы узнаем соперника Кубани Судакова Она везде Ну и вот из этой непростой ситуации также выбрались Ну сейчас дали свободный штрафной бросок Я думаю, что максимум вообще из этой атаки выжили Посмотрите, как она развивалась Здесь Да, Ира Антонова поборолась за мяч Потом Жилинскайте сделала правильную передачу И там еще под фол подставились Вот Жилинскайте дали отдохнуть Значит на левом полусреднем выходит у нас Ксения Диченко Налевко, хорошая передача И еще один мяч в воротах Великолепно сошли Я даже похлопал Великолепное взаимодействие между разыгрывающей на левкой линейной Ириной Антоновой Заканчивается красивым голом Она еще сейчас обманным движением показала, что вроде бы сама будет бросать На это купились Получила передачу Антонова И пожалуйста 8-3, 5 мячей Француженки очень сильно готовились к этой игре Буквально за час до начала Они уже начали разминаться Очень активно эту разминку проводили Ну вот не совсем все получается Кстати Брест это маленький такой французский город На берегу Атлантического океана С такими скромными Весьма вообще спортивными традициями Есть там несколько команд Ну население 144 тысячи жителей Это в общем-то вроде бы не так мало Но это по большому счету в Армавире больше живет народу Тем не менее в Бресте существует такой великолепный спортивный комплекс Брест-арена, да Брест-арена, вмещающий 4000 человек И очень уютный И практически на все игры Еврокубка был полностью заполнен В том числе и против Кубани Да, при полных трибунах Кубань не смогла противостоять Хотя первый тайм мы в общем-то сыграли в ничью С француженками второй уступили Ну еще что, знаете про Брест Дело в том, что город, правда, маленький, не очень известный Но есть такой футболист в Ювентусе Гонсало Игуаин Он аргентинец Так вот я удивительно узнал, что он родом из Бреста Какой великолепный бросок исполняет Ксения Диченко Показав, что будет бросать сверху А сама по корпусу, опустив руку в дальний угол Просто, как говорится, по классике Молодец И вот у нас сейчас забрасывать уже стали те, кто в первые минуты вообще не играл То есть у нас Кубань это такая команда, где неприятности можно ждать практически от любой гонболист Не важно, молодая она, опытная Не важно, где она играет даже Вот прошло уже 15 минут встречи Хочется очень отметить такой хороший, боевой, позитивный настрой нашей команды Вы знаете, наверное, многие любители гонбола На этой неделе у нас случилось горе в клубе У нас ушел из жизни начальник, многолетний начальник команды Сергей Станиславович Шалабанов Мы всей командой проводили его в последний путь И девочки, собравшись, пообещали отдать все силы сегодняшней игре В том числе и в память об этом великолепнейшем человеке Да, вот сделаем небольшую паузу Конечно, все мы знали этого человека И тем неожиданно, ведь на 46-м году жизни Совсем еще молодой Марина Судакова Вот и снова Марина великолепным броском Практически безошибочно сегодня играет Это пятый мяч Марина Судакова в этой игре 10-4 И, кстати, Станислав, вот смотрите Полтайма уже пройдено, мы пропустили только 4 мяча От Бреста в игре, где нужно биться насмерть буквально за первое место Опять-таки, это говорит о хорошем настрое, о правильной подготовке О просмотре, который команда делала вместе с Евгением Васильевичем, естественно Разбирая игроков соперника Ну и, конечно же, Вика Калинина молодец Все эти компоненты вместе позволяют вот так успешно играть в защите Но пока тренер французской команды Вот еще один быстрый отрыв Сейчас Судакова может и шестой мяч забросить Вот он Браво, Марина, браво Даже на фоне общей игры хорошей команды Марина сегодня выделяется своим рвением и своими красивыми контратаками И позиционной игре также Ну вот я замечаю, что очень спокойно себя ведет на твоем тренерском мостике Евгений Васильевич Трифилов Редко за ним такое можно наблюдать Обычно он даже, когда команда может и 20 мячей выигрывать, чем-то быть недовольным Сегодня очень спокойно Вы знаете, матчи, в которых решаются практически все Евгений Васильевич умеет держать себя в руках, что он не раз уже показывал Ну и еще второй момент не везет француженкам Вот уже вторая стойка ворот Здесь уже и Вика Калинина была бы бессильна Но за нее штанга сыграл Штанга это наша краснодарская Пино Ну вот первый раз мы увидели действительно игру экстра-класса гонболистки Один в один обыграно Была наша спортсменка И Ой-ой-ой-ой-ой-ой Место двух минут нам показали в игрока Так, четвертое решение Ну я больше не буду касаться судейской темы Так, про себя буду считать Ну, знаете, судейской темы можно касаться, когда, в общем-то, все висит на волоске и счет не в нашу пользу Пока один с пять, но ладно, с этим как-нибудь смиримся Это пока еще ни о чем не говорят Зная женский гонбол, зная то, что еще три четверти игры играть Это, конечно, еще такое не очень большое преимущество Знаете, у нас сегодня 151-й матч Кубани в Еврокубках Начиная с 1984 года Ну вы помните, еще у нас команда Сельхозтехника тогда называлась То есть вот с тех самых лет мы уже 151 матч в разных турнирах отыграли Сегодня 70-й домашний матч И, что интересно, сегодняшняя победа, если она состоится, мы очень надеемся, будет 100-я в Европе и в Кубани Вот такие круглые цифры сегодня нарисовываются Будем надеяться на юбилей сегодня Ну вообще, это статистика отлично 151 игра, 100 побед Не так много, я думаю, в Европе команд, которые таким могут похвастаться Ну и Вика Калинина Просто подняла руки, вроде бы Но на самом деле правильно заняла позицию И сейчас спину достаточно сильный И надо успеть еще поднять руки Хорошо сыграл в игре Вот так пощупали мяч Наши гонбалистки здесь слева и переводят Никуда уже не торопятся В принципе, игра достаточно динамичная Я ни разу не видел поднятую вверх правую руку И от блока Теперь в ближний Первый бросок был в дальний угол, теперь в ближний Разводит, как говорится, вратаря и мяч по разным углам Ну вот, кстати, француженки тоже могут седать на невезение У них было две стойки А вот у нас даже такой от блока залетает Вроде бы Что тут можно какие претензии в вратарю предъявить? 12-5 Везет, как говорится, сильнейшим 11-1 до конца у нас второй половины 12-5 ведет Кубань Что еще интересного? Я уже говорил о том, что Брест у нас самая непропускающая команда Вообще редко кто забрасывает ей больше 20 мячей Мы уже вот за 19 минут накидали 12 В 22 официальных матчах Брест только в 6 забивал 30 более мячей И Кубань забивала 30 более мячей в 20 матчах сезона Из 23 проведенных В довесок вот к той статистике, которую мы вам постоянно сообщаем Скажу, что у нас лучшая на данный момент Это Марина Судакова 5 заброшенных мячей У француженок Кто получается самый лучший Все-таки из тех пяти Пино 2 забросило И Собственно, 3 гонболистки только забрасывают Ако, Пино И один мяч еще забросило У нас Провоосье Вернулись мы из таймаута Кстати, по-моему, второй таймаут берет Как раз французская сторона за тайм Да Евгений Васильевич пока Ну Я обещал не комментировать все действие решения Ну, в общем-то, знаете, как в гонболе считают своего игрока Смотрят на движение оборонительного спортсмена, девушки или юноши Если он двигается на атакующего То в этом случае дают, конечно, 9 метров А вот и Вика Ай, нет, немножко не повезло Немножко вы ситуацию опередили Ну, с нашей точки Не очень хорошо видно, попадет мяч в ворота или нет Но обычно она такие ситуации использует У нее это отработано Но в этот раз, к сожалению, не получилось Ну вот я закончу все-таки относительно того Как считают арбитры в игрока Или все-таки это фолл в обороне Если защитник двигается, то это фолл защитника Если он стоит на месте, в него утыкается Нападающий-то, в общем-то, к любым видам спорта Игровым, где единоборство проходит, касается Вот когда вам дают повторы, за что арбитры наказывают Вы внимательно смотрите на оборонца Прежде всего, на защитника Как он занял позицию? Нападающий-то, понятное дело, он в любом случае двигается А, 2 минуты дает Опять, на мой взгляд, не совсем обоснованно Чем и недоволен Евгений Васильевич Трифилов Предъявляет претензии инспектору матча Кстати, зал Дворец Порт-Алим сейчас отреагировал Существуют иногда в гандболе такие вещи Когда судьи для того, чтобы подровнять игру Не всегда одинаковые свистки дают Из своих каких-то соображений То есть арбитры сами вносят интригу в матч У нас это называется подровняли Сейчас вернули опять-таки Там сомнительное дали удаление А здесь вернули на мяч Здесь пробежку зафиксировали Или что там было? Или в игрока все-таки дали? Впервые в этом матче у нас появляется на позиции левого полсреднего Ольга Горшинина, которая тоже провела неплохой матч в Венгрии Вот сегодня она только на 22-й минуте появилась у нас По традиции мы при игре в меньшинстве не выпускаем 6-го полевого Не убирая вратаря Это, в принципе, к этому мы привыкли Хотя многие команды как раз это используют Но вот наша задача сейчас как можно больше времени убить на свою атаку Арбитры внимательно смотрят за количеством передач, которые делают наши спортсменки И вот сейчас Нет еще Будет продолжение Тайм-аут Вовремя взял Евгений Васильевич тайм-аут Как раз в тот момент, когда Марина Судакова теряла мяч Он успел взять тайм-аут И поэтому мяч после тайм-аута останется у нашей команды Ну опыт Вот что оно И вот уже какие-то претензии предъявляет Евгений Васильевич Вы правильно заметили Вот посмотрите и послушайте, что говорится сейчас Очень концентрировано и спокойно Евгений Васильевич дал указания Я думаю, девочки его услышали 12-5 Кстати, у нас от тайм-аута до тайм-аута счет не изменился Много событий было разных Вика Калинина бросала по пустым воротам Удалили у нас Дьяченко И мы поиграли в меньшинстве сначала В обороне, потом в меньшинстве в атаке А счет никак Стоит практически уже больше двух минут 12-5 Ну и арбитры по-прежнему считают сейчас передачи И есть риск нарваться на поднятую правую руку Тогда пять касаний и надо бросать будет Кстати, знаете, гандбол это достаточно такой вид спорта Который редко меняет правила какие-то Вот она, поднятая вверх правая рука Сейчас после пяти касаний надо будет нанести бросок Хотели сыграть наброс, так называемый парашют Но, к сожалению, француженки увидели Внимательно следили за Судаковой и не дали Но тут-то не так сложно разобрать фланговых игроков, когда ты в большинстве играешь Тут стяжку тяжело сделать уже Ну, кстати, я закончил Это давно уже говорится о том, чтобы как-то регламентировать количество по секундам на атаку в гандболе Но, тем не менее, здесь все на глазок арбитрами делается Третий мяч Ако забрасывает в наши ворота Вот и сдвинулось все с мертвой точки Что-то долго уж очень мы играем в меньшинстве Ну вот, все Все Яна Жилинская появляется на площадке и бежит сразу в линию Ну и опять мы не торопимся Никуда Подходит к концу уже у нас первый тайм И мы проводим остаток времени в позиционной атаке Ну, правда, еще 7 минут Это огромное временное расстояние для гандбола Но опять нашу ошибку заметили арбитры Быстрые атаки Очень важно за вот эти оставшиеся 7 минут не растерять преимущество Чтобы мы ушли на перерыв, имея, скажем так, солидный задел Потому что, чтобы не начинать с нуля второй период Ну, правильно, чтобы Пусть француженки думают, что им делать Пусть они рискуют Абсолютно правильно, Игорь Именно так как бы для психологии важнее И вообще легче начинать второй тайм Имея такой какой-то серьезный запас Нгуан сейчас мощная очень спортсменка Вышла в линию О 9 номер О Бреста У нас сейчас с трех наших гандболисток Вику Жилинская Кто это еще с ней борется И Яну Жилинская Двух Жилинская Сразу держала на себе Ну вот и француженки до правой руки доигрались Сейчас им нужно будет бросать Ну, это так погладило мяч немножко Лучший бомбардир Акоа Французской команды Здесь у нас получится Желтая карточка и опять-таки 7 метров И у нас есть вариант сейчас уйти с этих 12 Виктория Жилинская Это хорошо самоотверженно прошла Между двумя В проездку, как говорится Заработала 7-метровый штрафной бросок Вот, конечно, я Вот сейчас давайте помолчим Посмотрим, забросит Королева Нет, я кое-чем скажу Пауза затянулась у нас 5 минут мы уже не забрасываем мяч Ворота Бреста Надо бы уже немножко вот с этих 12 сойти Очень важный бросок О, великолепно Без нервов практически Оксана Попробуйте вот так вот и второй раз исполнить Дело в том, что она даже не бросила А скорее так вот парашютика послала Перебросила, да Перебросила Гонболистки, в общем-то, вратари в гонболе Как правило, они высокие И перебросить их вот таким парашютом Но это дело отдельной техники А вот французская команда использует этот метод Когда в меньшинстве заменяют вратаря Шестым полевым игроком И ворот И Вика снова молодец Умница, Вика Два раза выручает подряд нашу команду Где найти это место? В воротах, где нет Вики Калининой Ну а вот тут что? Просто 9 метров Может быть, если бы упала Краснодарка Может быть, что-то и дали Отлично, пожалуйста Оксана Королева Как говорится, на опыте Ну пошло, съехали с этих проклятых 12 И уже в два мяча забрасываем Плюс 8 у нас За 4,5 минуты до конца первого тайма Плюс 8 В принципе, это считается у гонболи Достаточно комфортным промежутком Но всякое бывает Я помню вот первую игру Домашнюю против Альбы Фехервар Когда мы с 10 мячей Потом инфаркт получили в концовке Довели в итоге там до 5 Или, по-моему, 6 комфортных Но там на 3 мяча подбиралась Венгерская команда Никак не могут до крайних игроков довести Маринникова не торопится Катя Маринникова на опыте поняла Что сейчас, ну, табрезку такую делать И, может быть, и не стоит Ну да, вначале она очень грамотно Перехватила этот пас на край Ну и плюс ко всему Катя поняла, что сейчас будут у нас замены Опять на Левко на площадке В линии у нас теперь борется Яна Жилинская То есть уже те гонболистки, которые С первых минут не играли Кроме Марины Судаковой Которая везде Вот опять она в линии Браво, Наташа Наталья Данчина Почувствовала ту игру Ой, ай-яй-яй Немножко не хватило Данчина почувствовала ту игру С которой Играла в Венгрии Экстракласс Вы видели, как мяч нетал На Тоненького прошел этот пас, конечно Но все хорошо, что хорошо заканчивается А в таком матче, конечно Если не будешь рисковать на Тоненького играть Может быть и не будет мячей получаться забрасывать Согласен Сейчас опять-таки ошибка была француженок В атаке У которых вот как раз сейчас на шести все остановилось Все расклеилось Подумайте, за тайм мы от Бреста пропускаем На данный момент только шесть мячей Это играет атакующая команда лиги Вот так вот в обороне С очень сильной французской дружиной Ну и немножко не повезло Виктории Опять она была близка к тому, чтобы отразить это Алжирка Тизи забросила мяч Кстати, ну вот я рассказывал Много рассказывал про Элизабет Пино С первых минут репортаж Много вы ее на площадке видите? Ну практически нет Один раз мы видели игру экстра-класса И все По большому счету даже она на площадке-то редко появляется Наверное тренер обратил внимание на то, что не все получается И понимает, что такая Пино Убрал ее с площадки, пусть играют другие Но и у других не получается И опять наупрекает Катя Маринникова Браво, Катюша, браво По-моему, это у нас уже третий подряд Быстрый отрыв получается Я думаю, что сегодня Трифилов прежде всего тактически переигрывает своего противника Конечно, потрясающий настрой у девчонок Потрясающие, в общем-то, индивидуальные действия Но как тактически сегодня играет наш тренер Ничего не дает практически сделать в атаке француженкам Ну вот стоит там Это как раз девятый номер Гуан Толкается в линии, ее держат две А у остальных ничего не получается Ну вот стяжку более-менее какую-то сообразили здесь Здесь вывели в край опять Алжирку Тизи Один мяч забросили 17-8 18-8 мы выиграли первый тайм у Альбы Фехервар В первой игре Вот сейчас один мяч забросить И будет та же самая картина Но опять-таки не надо расслабляться Вот сейчас уже думать о том, что мы на первом месте Еще целый второй тайм впереди Ни в коем случае Ни в коем случае Очень может в гонболе все быстро поменяться Тем более в гонболе женском Юлия Налевко немножко поторопилась Конечно, надо было еще поиграть И тут же Вика Жилинская-то выходит у нас в оборону Но, наверное, ей сейчас забрасывать придется Повязали Катю Мареникова Не видела Катя Мареникова рядом бегущую Викторию Жилинская-Катя Но ничего Зато у нас осталось время на последнюю атаку Как раз эта атака будет наша И надеемся, что в этом тайме мы больше как минимум не пропустим Быстрый отрыв француженок И не везет опять-таки Виктория Калинина, по-моему, зацепила все-таки немножко Посмотрите, сколько случилось за 10 секунд игры гонбольной Дважды могли забросить и в те, и в другие ворота Ну, нам грех жаловаться Первый тайм мы выиграем с разницей в 9 мячей Девочки молодцы Конечно, не без ошибок, но тем не менее Ну вот нам показали как раз спину лучшего бомбардира И главного героя первого тайма Марины Судаковой 17.8 Мы уходим на перерыв Вернемся во дворец спорта Олимп чуть позже Вернемся во дворец спорта Олимп чуть позже Давайте подорожим, подорожим, обрежь, обрежь Вернемся во дворец спорта Олимп чуть позже Вернемся во дворец спорта Олимп чуть позже Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 а 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 и а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, все готово у нас к началу второго тайма матча Кубань-Брест. Это заключительный матч группы Б, группового турнира розыгрыша Кубка ИГФ. Нам показывают статистику первого тайма. Счет 17-8 в пользу команды Кубань, что нас не может не радовать. Нам показывают основные главные фрагменты первого тайма. Я хочу обратить внимание с той статистики, которая была. У нас по существу 65% точных бросков, которые достигли ворот, которые стали голами. У француженок 47%. То есть вот на этом мы можем и акцентировать внимание. У нас из трех бросков по существу два становятся голами, а у француженок только один из двух. Ну и плюс ко всему француженки ни разу. Вот мы говорили, хвалили нашу команду по игре в обороне в первом тайме. Дело в том, что француженки ни разу не добились права пробивать 7-метровый. Ни разу такого не было. У нас мы бросали два раза. Оксана Королева это делала и оба раза забросила. Ну и плюс ко всему два удаления было. Один-один. В целом мы можем говорить о том, что мы тактически в первом тайме переиграли. Францужена, как будет во втором, мы пока ничего не празднуем. Скажу, кто у нас по результативности. Разумеется, герой первого тайма Марина Судакова. Шесть заброшенных мячей. Это лучшие показатели среди обеих команд. По два мяча у нас забили Ксения Дьяченко, Виктория Жилинская. А, вот три мяча забросила Оксана Королева. И по одному мячу Наталья Даньшина, Екатерина Маренникова, Юлия Налевко и Ирина Антонова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь разных гонболисток забрасывали у нас мячи. У французской команды, у гонбольного клуба Брест только четыре таких гонболистки. Три мяча у Стефани Нсама Ако. Два мяча заброшенных у Элисон Пино. Вот вам и главная звезда. Собственно, мы ее долго не видели в первом тайме. Набила Тизи, правый полусредний, но забросила два мяча именно как правый крайний игрок. И один мяч у Мари Провансе. Только четыре гонболистки забрасывали мячи в составе гонбольного клуба Брест. Говорили мы о том, что у Кубани по ходу этого кубка ИГФ наблюдается такая статистика, что нашу команду проигрывают вторые таймы. Но, в принципе, эта статистика была повержена именно в предыдущей игре в Венгрии. Вот, собственно, так сказать, цифры. Я хочу услышать еще общее мнение о первом тайме у Станислава Кулинченко, своего коллеги сегодня. Дорогие любители гонбола, вы сами все видели. Команда вышла с большим настроем, с огромным желанием победить перед нашей публикой, которая практически до отказа сегодня запомнила наш родной дворец форта Олимп. Я думаю, у нас все получается по итогам первого тайма. Очень обрадовала игра в защите и, конечно же, игра нашего вратаря и Виктории Калининой. Соответственно, после хорошей игры в защите получилась масса контратак, которые мы использовали. В гонболе называется самый легкий гол. Это гол, когда ты отстоишь в защите, убежишь в контратаку. И команде соперника приходится начинать опять с центра и опять упираться в эту практически непроходимую нашу защиту сегодня. И, конечно, в этом компоненте мы были на голову сильнее. Ну, может быть, это и самая легкая такая тактика, но она самая, может быть, и работающая в гонболе. Отстоять в обороне. Еще раз подчеркну, всего 8 мячей мы пропустили за первый тайм. И ни разу, хоть и было у нас одно удаление, ни разу Брест не пробивал 7-метровый. То есть мы не допускали до крайнего. Плюс ко всему, где-то минут, наверное, 5-7 первых от начала игры Евгений Дрефилов не менял состав, в котором было 3 олимпийских чемпионки. 4 олимпийских чемпионки, да, вот меня поправляют еще раз. Забыл опять Викторию Калинину посчитать. И потом начал немножко передергивать, и мы поняли, что, в общем-то, не только этой стартовой пятеркой мы живы. Итак, начинается второй тайм. И мы в идентичном составе начинаем второй тайм. Команда Кубань в аналогичном составе, так же, как и в первом тайме, выходит на левом краю Катя Маринникова, Оксана Королева, Виктория Жилинская, Ирина Антонова, Наталья Данчина, Марина Судакова и на воротах также Виктория Калинина. Ну, а, кстати, вот французский тренер, он решил сейчас попробовать нового игрока и посмотрел тоже стартовую пятерку. Мод Эвокопи, восьмой номер, она практически не играла в первом тайме. И сейчас это игрок левый край. Вот она начинала, вроде бы, эту расстановку, тактическую позиционную атаку в линии, потом ушла вот на свой левый фланг. Ну и все опять упирается в пино. Десятый номер, который должна разбрасывать. И вот только вот так вот бросают. И, мне кажется, Вика Калинина уже привыкла, что вот такой вот будет какой-то высокий парашют, и надо будет в дальнем углу ловить мяч. Марина Судакова забросила шесть мячей за первый тайм. А сколько еще могло быть вот в таких вот отрывах? Вот первые семиметровые, сглазили. 17-8. Был в первом тайме такой небольшой отрезок, минут пять, когда мы никак с 12 мячей не могли сдвинуться. Потом в итоге сдвинулись и забросили подряд четыре мяча. Элизабет Пино. И наша олимпийская чемпионка берет вверх в этом противостоянии против серебряной чемпионки в Рио. Серебряной призерки Игоря. Ну, мяч от руки Элизабет Пино угодил в перекладину. Ну, это заслуга вратаря, значит, она все остальное перекрыла. Конечно, обмануть не смогла никак Элизабет Пино. Ну, конечно, это своего рода тоже не везение. Правда, такая перекладина сейчас была, что трудно было представить, что она станет голом. А вот от земли, от паркета забивает этот мяч Виктория Жилинская. Это ее получается третий мяч в игре. Пино. И еще 7 метров дают. Сейчас плюс ко всему. Еще и 2 минуты. Еще и 2 минуты для Натальи Данчиной, да. Решил немножко интригу в матч добавить. Это то, о чем мы с вами говорили, да. Совсем необязательное удаление сейчас было. Мелинда Гейгер идет пробивать этот 7-метровый. Игрок национальной сборной Румынии. Спокойно достаточно это делать. Так, Гейгер, что про нее можно интересно рассказать? Ей 29 лет. Она правый полусредний игрок. Игрок сборной Румынии. Обладательница Кубка мира 2010 года. Есть такое соревнование в гонболе, когда собираются вот чемпион мира, чемпионы Европы. Плюс ко всему добавляется Дания и Норвегия. Ну, можете посмотреть регламент этого турнира. То есть это такой еще дополнительный турнир. Румынные выигрывали в 2010 году. Кстати, лучшей командой по выступлению в Кубке мира является, четырежды выигрывал этот Кубок сборной России. Вот впервые у нас в этом матче вышла на площадку Виктория Копасова на позицию правого полусреднего. Игрок быстрый, игрок скоростной. Так, вот сейчас быстрый отрыв может получиться у француженок. Мяч такой горячий был, но все-таки довели они до броска. Гаэль Ле Ир забрасывает мяч. Седьмой номер. Это линейный игрок. До линейного довели. Кстати, вот про Элизабет Пино. Дело в том, что в 2009 году ежегодно, вот по традиции, как золотой мяч в футболе вручается, такой же вручается в гонболе. Определяется лучший игрок мира. Так вот, можете себе представить, при всех тех титулах, которые набирала сборная России за эти годы, за уже 21 век, ни разу ни одна российская гонболистка не становилась лучшим игроком мира. Нет, это не так. А кто? Людмила Паснова становилась лучшим игроком. В каком году? Могу ошибиться, скорее всего, в 2007. Ну вот, я внимательно просмотрел всю эту статистику. Элизабет Пино лучший игрок 2009 года. Может быть мы... Боюсь ошибиться, но с большой долей вероятностью... У нас... Ну вот сейчас мы уже со Станиславом поспорим немножко. Он заглянул даже в телефон, дабы проверить сейчас все это через интернет. Дело в том, что у нас один только игрок, и это был мужчина. В 94-м году Талант Душейбаев был лучшим игроком мира. Уже выступает за сборную Испании. Ну, тем не менее, россиянин наш. Ну давайте подай эту информацию. Все-таки я внимательно все изучил и понял, что россиянок там нет. Пока мы вот это все тут спорили, гадали. 18-10 счет на площадке. И пока, вот вы знаете, Брест играет в ту тактику, которую играла наша команда в первом тайме. То есть пытается навязать Кубани быстрые отрывы. Сейчас просто героическими усилиями начала Судакова, потом еще подключилась Катя Маринникова. Смогли этот быстрый отрыв каким-то образом предотвратить. Пино вот сейчас с мячом. У француженок, смотрю, в линию играет Гайль Ле Ир, забросивший недавно первый свой мяч в этой игре. Вообще, другие герои появились на площадке у дружины Лорана. Бизон. И 18-11. Минус 2 у нас по итогам первого тайма. Да, я признаюсь, я ошибался. Людмила в 2009 году была названа самым ценным игроком MVP чемпионата мира. Ну вот. Это немножко другое. Хорошо, вот мы и договорились. Давайте вернемся на площадку Копасова. Здесь у нас опять теперь Яна Жилинская борется в линию с двумя просто гренадерского вида темнокожими спортсменками из Бреста. Елизабет Пино. Вот она иногда уходит из... То есть она такой атакующий игрок. Воронь меняет ее другая гонболистка. Сейчас она осталась. И вот две минуты, пожалуйста, просили долго, Станислав. 24-й номер. Так, Акола. Это ее второе, между прочим, удаление в игре. Все мы знаем, что третье заканчивается красной карточкой. У нас, кстати, Антонова, если не ошибаюсь, в Бресте как раз красную карточку получила. Да, три удаления. Сейчас очень важный момент в игре, когда францужники, скажем так, немножко очухались и начинают подбираться к нам в счете. Мы, играя в большинстве, обязательно должны не упустить свой шанс и забить гол. Жилинскайте, Вика, Королева. Быстро очень ходит мяч у наших. Вот до Судаковой дошло дело. У нас мы играем по-прежнему свои 4-2. Да, арбитры подняли руку. Это значит, что сейчас у нас осталось, до этого две передачи было. Наверное, максимум четыре передачи осталось. Нужно завершать атаку. Ой, браво, как Вика сыграла здорово. И 7 метров. Показала, что будет бросать и ушла под себя, как говорят гонболисты. И заработала пенальти в очень важный ответственный момент. Молодец, Вика. Почему сегодня сменили мы бьющего в 7-метровых? Вот Вика Жилинская-то ни разу не подходила. Королева. Это решение тренера, наверное. Ну, просто я говорю, когда Вика Жилинская-то бросает, это отдельное зрелище. Ну, и Королева тоже все на уровне. 19-11. Практически мы вернули разницу первого тайма. Минус один пока только у нас. В тайме втором, в принципе, нам нужно сохранять это преимущество комфортное. Помнится, мы, когда играли с Лейпцигом, мы все время считали мячи, сколько у нас разницы, почему она маленькая. И в конце договорились, что не будем мы об этом думать. Пусть мы и 6 мячей, но Лейпциг все-таки обыграли. Что наша задача обыграть прежде всего Альбу Фехервар в гостях и Брест дома. И тогда будем первыми. А разницу пусть считают уже гандбольные статистики. Ну, так и получилось. Все решается вот в этой игре. Пино. Десятка. Какой-то цирковой номер она сейчас затеяла с приземлением. Видно, что какой-то небольшой такой затык в игре пошел у француженок. Ну и Вика тут выручила, когда они все-таки нашли способ для броска. Ну, кстати, Копи сейчас практически на плечах влетала. Просит мяч просто Судакова в линию, ее выталкивают. И она уходит на свой фланг. Не стали наш торопиться. Опять позиционная атака. Проводим мы замены. Дьяченко снова на площадке. Да, кстати, Ксения очень удачно в первом тайме вошла в игру. Забила два важных гола. И именно поэтому, наверное, Евгений Васильевич ей снова доверяет. Ну, кстати, у нас некоторые гандболисты. Вот Милан Рзаевы мы не видим, воспитанницы нашего гандболока. У нее еще все впереди. Которая забросила свой первый мяч как раз в игре с Лейпцигом в составе Кубани. В игрока здесь Судакова. Сейчас, на мой взгляд, это было правильное решение. Немножко Ксения поторопилась. Да, это было красиво. Ако забросила. Она такими габаритами обладает, что сейчас просто растолкала всех гандболистов в желто-зеленых цветах. И забросила этот мяч. 19-12. Но все равно более вязкий гандбол во втором тайме мы наблюдаем, нежели такой залихватский, гусарский немножко. Недаром вот у нас символом нашей игры является такой гусар времен 1812 года, с которым здесь все фотографируются. Вот такой гусарский гандбол с налетами, с наскоками мы видели в первом тайме. Сейчас более вязкий, более тактический гандбол. Мы больше времени проводим, тратим на все свои атаки. Ну вот в игрока тоже опять-таки судится. Пино, быстрый отрыв бросается. Ну и здесь забрасывает мяч Мари Провансье. Молодая поросая французская. К сожалению, две ошибки подряд Ксения Диченко допустила, поэтому... Поэтому садится сейчас на лавочку. Диана Закарьяна у нас, кстати, разминается активно. По-моему, мы не видели еще ее на площадке. Нет, у нас все время играла Марина Судакова на правом краю. Вот сейчас ее меняют. Еще раз подчеркну, Диана один раз только попадала в этом кубке ЭГФ в заявку. И было это как раз в выездной игре в Бресте. Там Диана забросила два мяча. Послушайте, дворец Порта Олимп немножко. Очень тонко наши болельщики чувствуют ситуацию, когда надо включить обороты и еще поддержать сильнее нашу команду. Большое спасибо им за это. Вот так нельзя просто ошибаться. Но опять, вам не напоминает игра француженок нашу игру в первом тайме. Скажите. То же самое. Отстоять в обороне, быстро убежать. Отстоять в защите и убежать в защите. Поэтому мы должны очень ответственно относиться сейчас к каждому нападению. И не терять простые мячи, не делать невынужденных ошибок. И сыграть свою игру. Забросить свои голы. И не дать все-таки сократить сильно разрыв в счете. Евгений Васильевич не боится даже в такие ситуации выпускать молодежь. Вы видите, Милана Арзарова. Вика Жилинска. Видит лидер, как и должно быть, берет на себя. С какой-то даже злостью бросила она сейчас поворотом французской команды. Отличный блок. Отличный блок от Яны Жилинска. Вот такой кистевой бросок. Он частенько в гонбуле проходит, как затеяла сейчас Ако. Но на самом деле он немножко авантюрный. Вот так вот бросить на низкой высоте. И снова предлагаем послушать дворец Порта Олимп. Желто-зеленый. Это, разумеется, про нашу команду. Пино. Скорый бросок сейчас затеяла. Я не знаю, на самом деле и Вика перемещалась уже в тот угол. Мне кажется, попадя она, то и Вика отбила бы это. В футболе такие броски называют. Был опасный бросок. Да. Очень аккуратно Милана. Вот и Милана Рзаева. Кто просил? По-моему, я просил. Да. Ну а где же, как не в таких играх давать молодежи, почувствовать пороха, как говорится, понюхать пороха и почувствовать вот вкус такой настоящей борьбы. Кстати, пороха сегодня хватает на площадке. Хороший гонбол европейский. Мы смотрим. Милана Рзаева. Почему бы и нет? Ну, в блок попала сейчас. Ей роста не хватило. Ну, опять-таки. Быстрый отрыв. Плюс пять, между прочим, становится. Да, такой не очень комфортный. Мне кажется, надо сейчас, может быть, и тайм-аутом прожиться Евгений Васильевич. Но я не буду ему советовать. Он знает, что делать. Ну, он, Миланя, объяснил, что в такой ситуации брасти с 11 метров, они, в принципе, не нужны. Нужно попытаться доиграть до верного или как можно четче сыграть. Вот как сейчас, например, до линейного великолепно сыграли сестры Жилинской. Яна Жилинская забрасывает мяч. 21-15, плюс шесть. Ну, пока еще комфортно. Пока еще все, когда меньше пяти, тогда мы уже начинаем нервничать. Вот и вернули нам разок. Не спешите, не спешите. Фолл в атаке зафиксирован. Налевко. Сколько мы... У нас вот сейчас трое практически. В 3-3 мы играли. Да, отрывление. Поэтому Виктория Жилинская это я показала спокойно. Давайте займем позицию и начнем заново атаку. Диана Закарьян. Вот тоже врывается в линию. Любят наши фланговые крайние гонболистки врываться туда. Вот все-таки как в такие тяжелые моменты важна роль лидера и опытного игрока. Вот то, что сейчас показывает Виктория Жилинская. Несмотря на то, что она сейчас не забила, она успокаивает команду и старается сыграть до верного. И снова быстрый прорыв. На самом деле, да, уже наши стояли, но еще не успели так вот четко занять позицию в обороне. Снова плюс 5 только. Минус 4 у нас во втором тайме. Мы говорили вам, что не надо заранее праздновать после первого тайма. Да, первый тайм был хорош, второй похуже. Но во втором тайме уже вот как раз и тренер Брестской команды показал, что он тоже тактик. Почему бы не бить Кубань ее же оружием? Ну и плюс ко всему надежнее гораздо в обороне играют. Мы действительно видим Брестскую крепость. Тяжело продраться вот среди этих исполинок, которые стоят. Да, чем отличаются вот европейские команды? Они практически никогда не сдаются. Они всегда борются до конца, несмотря какой счет на табло. И, так сказать, отрабатывают и для зрителей, и так как они настоящие профессионалы до самого конца. Сейчас немножко повезло. Мяч буквально немного коснулся блока и тогда уже покинул площадку. А так бы и мяч мы бы сейчас потеряли. Королева. Яченко. Снова наше нарушение фиксирует арбитр. Быстро пытается перейти в атаку Брест. Пино. Не понял ее замысел партнера. Да, не сумела Оксана Светанько один на один обыграть Пино. А так у нас был бы шанс в быструю контратате забросить мяч. Это не Пино, мне кажется. Вот там по габаритам явно не она была. Мне показалось Пино десятым номером. Ну, кто-то вот из этих двух гонболисток, девятый номер Нгуан и двадцать четвертый Ако, которые стоят постоянно на последней линии, я не знаю, пробиться, но под метр девяносто обе. Ну, сейчас чистые пенальти, на мой взгляд, чистые пенальти. Но судьи прощают, прощают французскую команду. Ну, мне кажется, немножко болельщик вас уже говорит, Станислав. Тут, понятное дело, мы за девчонок наших переживаем. А кто же вам не должен говорить? Ну, скорый бросок немножко неподготовленный. Вот так через руки трудно было забросить Даньшиной. Двадцать один шестнадцать. Нужно поболеть, это понимают трибуны. Второй тайм у нас гораздо более такой тактический, интересный, вязкий идет. Самое интересное, последняя четверть игры. И вот сейчас надо показать, на самом деле, свою лучшую игру. Не терять концентрации, не делать глупых ошибок, прежде всего. Ну, то, что русский гамбалийский делать умеет. Вспомнить Олимпиаду именно в концовке. Вот раскрываться с лучшей своей стороны. Пино. Пино прикрыли, надежно очень прикрыли. Но проходят броски у других ее. Мелинда Гейгер. Гейгер забросила этот мяч. По-моему, первый раз или второй она забросила в этой игре. Третий даже. Один с пенальти, по-моему. Да. И все, она во втором тайме забрасывает. Все три мяча. То есть, вот так вот раскрылась румынская гамбалийская после перерыва. Ну, и вот тут опять мы как-то пытаемся пробиться. Катя Маренникова ушла уже с фланга. Сейчас играет полусреднего игрока. Вот тут можно удаление было заработать. Правда, что из них лучше. Так, вы смотрите на табло. Минус три. Всего осталось у француженов. То, о чем мы с вами говорили, Игорь. То есть, получается, шесть мячей мы проиграем. Целых шесть мячей. Мне кажется, сейчас Евгений Васильевич в паузе сделает корректировки и поменяет, выпустит немножко другой состав. Корректировки сейчас будут серьезные. Сегодня очень мало на площадке было горшенья на улице. Послушаем Евгений Васильевича. Девчонки собираются. Но я думаю, что нужно сейчас просто-напросто вернуться к своей игре. Нужно показать то, что умеешь. Ну, понятное дело, француженки, они забирались догонять, и у них это получается. Нужно перейти просто к своей игре. Нужно по-другому немножко помыслить сейчас. Я смотрю, практически всех стариков сейчас бросил в бой. Кроме Цветанько у нас что получается? И опять у нас четыре олимпийские чемпионки на площадке. Немножко в другой расстановке, да. Так как Катя Маренникова сейчас в центре у нас выступает. Так, Катя Маренникова, я уже обратил внимание, она ушла с фланга. Со своего привычного левого. Итак, заканчивается у нас вот этот тайм-аут. 21-18. Напомню, ну, почему бы это не напомнить, что ничья в этой игре устраивает француженок. То есть они становятся первыми в группе. Мы бы и не говорили ничего после первого тайма такого о том, что ничья их устраивает. Но вот вынуждены сейчас об этом вспомнить. Ну, чистый пенальти. Ну, елки-палки. Ну, это, мне кажется, немножко начинает терять нить игры арбитры. Антонова. Жилинская, это Вика опять обыграла, но не пустили дальше ее. Ну, сейчас аж вот такие искры от ее футболки взлетели на площадке. Смотрите, как жестко, даже я бы сказал, грубо играют сейчас француженок в защите. Вот сейчас это была Элисон Пино. Так, подняли нам правую руку. Катя Маренникова пытается пробиться через эти две башни. 21-18. Счет застыл такой. 21. Мы, помните, никак не могли сдвинуться. А две. А две. Сдвинули. Правильно. Две минуты дает. Да, и за грубую игру, то, о чем мы говорили, две минуты для французской игры. Я бы подумал, что Ако удаляет. Нет, это удалили Нгуан. Ако бы ушло на площадку и все. Не было бы ее уже до конца игры. Слава Богу, мы из 21, из этого нашего, немножко проклятого, вот с 12 не могли сдвинуться. Из 21. Вот вам и магия цифр. Будем надеяться, что сейчас опять у нас будет рывок. И мы сможем комфортный задел в счете сделать. Ну, еще одна-три тайма целого впереди. Даже больше. За это время в Ганнболе все бывает. А француженки не рискнули сейчас выпустить шестую спортсменку на площадку. Отдукуют в пятером. Ну и, кстати, Дебора Данжегер. Данжегер, наверное, если на французский лад произносить сейчас первый номер, задела место в воротах. Клеопатра ушла. Сколько можно руку держать? Все, перехватили. Так, нужно обязательно забросить. Сейчас мяч, ну вот неаккуратная передача на Королеву. Правильно, правильно. После неаккуратной передачи Оксана Королева, правильно. Конечно, нужно позиционную атаку. Да, правильно, приостановила партнер, чтобы сейчас спокойно 6 на 5 постараться увеличить разрыв счета. Плюс ко всему, мало того, что... Что это у нас в три в линии непонятная расстановка какая-то. 6 против 5. Еще и время у нас идет в пользу нас, работает. 10 минут до конца встречи. Королева. Не засчитывает гола арбитры, показывая, что был фол в нападении у нас. 22.18 по-прежнему все на том же уровне. Французенки по-прежнему в пятером. Пино. Гейгер. На площадке у них Провансье. 24 номер Ако. И вот там на дальнем фланге крайне играет Копи. Виктория Калинина. В такой момент и от нее тоже мы ждем сейвов. Королева. Хорошая получилась атака. Копи. Без паузы бросила Наталья, конечно. Надо было посмотреть. И выручает нас. Калинина. Тут 7 метров удаления Судаковой. Она уже, в общем, делала то, что нужно было спасать. Спасая Россию. Евгений Васильевич Трифилов ей сейчас выговаривает за то, что она совершила. Поскольку, ну, забить гол это полбеды, может быть. Забросили бы сейчас. Да, вот двухминутное удаление. А вот двухминутное удаление это уже лишнее. Плюс ко всему сейчас Гейгер может и забросить и снова будет плюс 3. У нас смена вратаря. Ирина Михайлюда попытается отразить этот бросок. К сожалению, не получается. Гейгер забрасывает. Плюс 3. И мы в меньшинстве. Очень важный момент. Надо сохранять спокойствие. В то же время атаковать. Надо сохранить хотя бы вот эти плюс 3 в ближайшие 2 минуты. Вот то, о чем я говорил. Ольгу Горшинину выпускает сейчас Евгений Васильевич. Интересный у нас состав сейчас. Светанько, Вика Жилинская, Горшинина. Кто там еще на дальнем фланге? У нас Даньшина. Королева. Вот это пятерка такая. Гораздо лучше. Гораздо качественнее защищается во втором тайме француженки. Не находится? Гораздо качественнее. Согласен с вами полностью. Согласен. Ну и мы должны сказать, и судьи им позволяют это делать. Немножко пожестче так играть. На грани пола. Правую руку нам опять подняли. И травму может сейчас за ногу держится Оксана Королева. Ольга встает. Будем надеяться, что ничего страшного в этом эпизоде не было. Опять поднята рука. 22-19. Бросать мы уже вынуждены. Скоро будем. Сейчас отберут мяч. Ну, понятное дело, уже такой бросок. Да, бросок он должен был быть. Понятно, что если бы сейчас Ольга не бросила, забрали бы мяч у нас. Браво, Вика. Браво, Вика. В очередной раз в тяжелый момент нас выручает. Браво, Виктория. Ну, сейчас она обманула. То есть она показала, что она в ближний угол смещается. А в последний момент туда руки в дальний как раз кинула. Так, у француженок тоже на самом деле летят голеностопы. Летят искры из глаз. Это Ле Ир. Линейный игрок. При храму покидает площадку. И сразу врачи над ней начинают колдовать. Да, такая игра нравится, конечно, зрителям и телезрителям. Но для тренера... Но комментаторы сидеют вообще. На тренера мы команде хозяев, конечно, это не очень весело. Так, сколько у нас еще времени нам в меньшинстве-то играть? Я уже... Ну, я думаю, не более минуты. Минуту мы отыграли точно в меньшинстве уже. Ну, и пока плюс три мы сохраняем. Время-то прошло. Вика. Налевку. Молодец, молодец, молодец. Правильно, правильно, абсолютно. Заработала 9 метров. И несколько секунд выиграла. И сейчас Кубань в полном составе. Да, 9 метров-то время не останавливается, понимаете? Нет, но тем не менее, две минуты проходят, и они идут. Понятное дело. Вот, хорошая стяжка. Ну, немножко неаккуратно Кате Мариниковой сделали передачу. Так бы взлетела она. Все, Судакова на площадке. И потеряли мяч. Так, Судакова сейчас одна против Бреста. Она там осталась как раз. Пино. Пино забрасывает. И преимущество растаяло вообще на глазах. Плюс два только у Кубани. Напомню, 17-8 мы выиграли первый тайм у Бреста. То есть у нас было преимущество 9 мячей. Сейчас только 2. Мы 7 мячей проиграем по ходу второго тайма французской команды. Надо что-то делать. Лидеры должны сказать свое слово. Вот она, Оленька, умница. Умница. Очень важный гол. Выйдя со скамейки. О, более того, 2 минуты еще она заработала. Понимаете? Я вот для наших любителей гонбола хочу немножко здесь пояснить, что когда игрок большую частью матча сидит на скамейке, выходит в один из ключевых моментов на замену, и забить такой важный гол, это очень дорогого стоит. Здесь нужен и опыт, и хладнокровие, и, конечно же, мастерство. Молодец, Оля Горшин. Более того, в этой атаке она еще посадила на лавку никого-нибудь, а как раз Элисон Пино 10-го номера она как раз свалила. И вот сейчас 2 минуты француженки будут играть без своего лидера. Посмотрим, как быстро. Все спокойно. Вика, никуда не торопимся, никуда не торопимся. Время на нас работает. Время на нас. Мы сейчас должны грамотно разыграть большинство и увеличить разрыв в счете. Тогда будет немножко поспокойнее. Правильно поставить линейного игрока. Вот Юля пошла. Отличный пас отдала. Великолепно. И, тем не менее, все равно не засчитывает нам гол, а дают пенальти. А пенальти еще нужно забить. Ну, отмечу вот игру Юлина Левко вместе с Ирой Антоновой. Великолепная связка. Так, Вика Жилинская, это первый раз пошла бросать. Давайте пальцы просто скрестим и посмотрим. Смотрим. Скрещивали пальцы, не получилось у Вики. Напомню, первый раз она бросала 7-метровой. Вот в этой минуте очень надо было сейчас забросить. Но не получилось. Ну, ничего, сейчас надо отставить в защите и дальше продолжать биться. 5 минут до конца матча 23-20 в пользу Кубани. Ну, как мы и ожидали, матч-то на голы не получился богатый. 43 мяча на 2х за 100%. Ну, это то, что первый тайм обещал, по крайней мере, для нашей команды большое количество голов. Ну, вот сейчас тоже, кстати, не дают. Дают только 9. Смотря на то, что вот так немножко рисковато выглядел этот фол. Стадион посвистывает у нас, понятное дело. В атаке-то француженки. И вот не везет. Это, по-моему, пятая уже стойка. Великолепно сыграли, мы должны честно сказать. Великолепно сыграли француженки. Но Юля, молодец, умница Юлечка. Самоотверженно пошла вперед, прорвалась. Юля Налевко, 31-й номер, Кубань. И увеличивает разрыв до 4-х мячей, становится легче. 4 минуты, 4 мяча. Да, вот мы сейчас посмотрели, действительно, 7 мячей мы только забросили за весь. Получается второй тайм. Спортсменки из Бреста, гамболистки Бреста, 12-ти нам ответили. Да, то, что мы и говорили, вот команды европейские борются до конца, не сдаются. И вы видите, какую интересную игру устроили для зрителей. Нет! Штанга нам помогает опять. Ну, я думаю, по аналогии с Артемом Ребровым, вратаря Спартака, Вика Калинина должна, наверное, на стойке будет поцеловать после сегодняшнего матча. Ну, я думаю, она должна поцеловать и всех наших защитниц, которые помогали перекрывать броски соперниц. Так, Евгений Васильевич берет еще один тайм-аут. Понятное дело, вот сейчас уже такой, знаете, гонбольный эндшпиль происходит. Здесь кто лучше сыграет концов? Четыре мяча можно ликвидировать вот в этот промежуток. Можно, но если играть грамотно в нападении, не спешить быстрыми бросками, доигрывать до верного, то это крайне тяжело. Конечно, бывают разные ситуации в контроле, но, как правило, если команда нападающих выдерживает линию, играет строго, то это крайне тяжело. Напомню, вот вы думаете, что мы так переживаем, что мы так нервничаем, что на кону-то вот в этой игре. Первое место в группе «Б» и вероятность того, что мы будем в сильнейшей корзине, сильнейших победителей групп. Там же, где и «Ростов-Дон», то есть ростовская команда, а «Ростов» и «Кубань» только остались у нас в кубке ИГФ. Ну, «Лада» никак не попадет. Там, знаете, есть какой-то такой супертеоретический шанс, если одна команда у другой в 20 мячей выиграет в оставшемся встрече в этой группе. Такого не бывает просто в гандболе, когда не нужно это делать, 20 мячей никто никого не выигрывает. Так вот, сейчас мы боремся за первое место. Мы проиграли «Бресту» в первом матче этих команд. Это было во втором туре. «Брест» – единственная команда, которая не проигрывала вообще в кубке ИГФ. И нашим, девчонкам, нужно сделать то, что до них не делал никто. Вот, пожалуйста, вот вам вся подоплека этих оставшихся трех минут. Маринникова. Подняли нам правую руку. Катя Маринникова! Да все же сделала правильно. Все правильно абсолютно сделала. Немножко не повезло. Так, смотрим на секундномер. 2.20 до конца матча. Постараться без двух минут, девочки, без двух минут. 2.20 в атаке «Брест». Они-то сейчас будут стараться как можно быстрее доводить до броска. Все свои атаки, может быть, торопиться будут. Но, во всяком случае, им по минуте стоять в атаке нет никакого смысла. Две минуты, четыре мяча. Конечно, нужно обязательно отыграть в полном составе эти две минуты. Вот передача в линию. Скорая передача такая. Ведь на самом деле в борьбе. Время играет на нас. Уже менее двух минут остается. Ну, Гуан просто в борьбе стояла и принимал этот мяч. Ну, в другой ситуации ей бы не сделали передачу. А здесь надо было торопиться. А вот нам никуда не надо торопиться. Нам нужно сейчас немножко, пусть и до правой руки довести эту атаку. Конечно, всегда хочется большего, так как мы проиграли в гостях шесть мячей. Но это не имеет никакого значения. Нам достаточно просто выиграть. Вот я только, только вот вы сказали, только об этом вспомнил. Что у нас-то было шесть мячей там. Да и какая разница? Какая разница, как Лейпциг обыгрывал тот же Брест в девятнадцать мячей, а мы только в шесть. Все сейчас вот только на победу играет. В один мяч. И то хорошо. Великолепный пас с края на... Семь метров? Это Марина Судакова на Ирину Антонову. Семь метров мы заработали. И, пожалуй, если сейчас мы его реализуем, то все. Минута осталась, время остановлено. Я очень верю, что мы его реализуем, но даже в противном случае я думаю, что это все. Так, а вот давайте все-таки болеть за наш... Оба варианта отработаем Даншина на точке семиметрового броска. Леопадру давно уже убрали из створа. И Даншина забрасывает 25-20. Кубань занимает первое место в группе Б в кубке ЕГЭ. Ну и сейчас кто-то из той корзины, где расположены вторые команды. А это или датский Рандерс. Или, скорее всего, я думаю, что венгерский Эрди. Или кто... Ну, из нашей группы... Ну, если Метцинген, по-моему, имеет шанс. Из нашей группы Брест нам никак не попадет, да? Тут по правилам разведения. Ну и, значит, получается, Метцинген или Никобин. А вот, может быть, и те шесть мячей, про которые мы говорили. Осталось играть 10 секунд. Мы выигрываем с разницей в 5. Девочки, давайте. Да не будут. Не будут. А они аплодисменты послушают. Ну, ничего. Вика же... А-бай-яй-яй-яй-яй, Вика. Ну, ничего, ничего. Ничего. Браво. Мы поздравляем всех любителей гандбола с этой яркой, боевой, достаточно такой, немножко в концовке нервозной победой. Приглашаем всех любителей гандбола всегда в дворец Спорт-Алем поддержать родную команду Кубань. Ну, и на самом деле, что хочется сказать, ведь эта информация важная. У нас уже в этот вторник будет жеребьевка в следующей стадии, четверть финала Кубка ЭГЭ. Кстати, Кубань три года не выходила в эту стадию. Получается, прервали вот эту неприятную полосу. И потом в начале марта, причем получается, что мы вторую игру будем проводить дома, как команда, которая заняла первое место. То есть, я думаю, что там уже будет гораздо все серьезнее, интереснее. Там уже на кону осталось всего восемь команд Кубки ЭГЭ, которые будут оспаривать этот Кубок. Что у нас интересного по статистике этого матча, быстро вам сообщить, 56%. Вот у нас немножко упал, по сравнению с первым таймом, эффективность бросков. А у Бреста, наоборот, вырос до 50%. Лучшие у нашей команды, получается, по результативности шесть так и осталось у Судаковой. Четыре забросила Жилинская этой, четыре забросила Королева. Два у Даньшиной, два у Дьяченко, два у Налевко. Отлично. Ирина Антонова, один мяч у Горшининой, один мяч у Маренниковой. Это еще с первого тайма. Ну и я думаю, что статистику французов не стоит не вам говорить, кто был тут лучше. Не суть важна. И сейчас у нас уже начинается праздник. Еще буквально минуту назад здесь летали искры, а сейчас праздник. Француженки, кстати, тоже не сильно расстроились. Напомню, эта команда. Я думаю, она себя еще покажет. И вот интересная будет пара Ростов-Бреста. Как вы думаете, Станислав? Было бы очень интересно посмотреть. Напомню, что с вами весь европейский кубковый этап были Станислав Куленченко и Игорь Щеткин. До встречи теперь уже в раунде плей-офф. До встречи. Любите гонбол, друзья. Спасибо.